Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 января и сегодня я сниму два видео, видео ответа на ваши вопросы. Вот в прошлом сезоне и весной и в этом году зимой очень-очень часто спрашивают люди, у которых всего одна теплица и которые хотят вместить туда все. И вот вопрос такой, можно ли выращивать томаты и огурцы в одной теплице? Сначала я скажу вам официальный ответ, который говорят всегда специалисты. Конечно нельзя, у них разные предпочтения, разные условия. И потом в конце я расскажу, как все-таки люди выращивают и что можно сделать, чтобы как-то вот это соседство было не так критично. Вообще они очень совсем противоположные и у них совсем разные требования. Вот например, сейчас я расскажу некоторые характеристики, которые нужны одним, а другим нет. Если мы будем говорить о температуре, то вы все помните, что и в прошлом году я говорила, вы вероятно считали, что при повышенных температурах у томата пыльца становится стерильно и он плохо опыляется. Поэтому мы всегда стараемся и притенять теплицы вот с томатами. У огурцов же наоборот, им нужна высокая температура, они любят солнце, любят вот этот зной и в этом они совершенно не сходятся. Одним нужна жара, другим нужно более-менее такой, ну хотя бы 25-26 градусов, 27. Потом, про проветривание. Я и в прошлом году говорила, и вы вероятно читаете, что томаты любят проветривание. Вот это сквозное проветривание, когда обе двери открыты, это идеальные условия для томатов. Но в таких же условиях наши огурцы могут заболеть, они сквозняков не любят. И им лучше, обычно как когда проветривается воздух, делается сухой, им сухой воздух не нужен. Вот несколько пунктов самых важных, которые я хотела сказать, еще влажность воздуха, очень влажна, очень важна. Повышенная влажность томатам противопоказана, вот категорически, вы знаете, что начинаются всякие грибковые заболевания, развивается фитофтура, опять же опыление. Пыльца становится влажной, слепается и потеряет свою сыпучесть, и не будет такого стопроцентного опыления. Но огурцам эта влажность нужна, они любят и полив, такой более-более усиленный, чем томаты. Они у них, вот эти огромные листья зеленые, они испаряют много воды, они создают себе микроклимат, в котором влажности много. Влажность это их стихия. Так что вы как сами видите, одни хотят это, другие хотят это. Вот у них совсем все разное. Еще что тут у нас можно сказать? А, и конечно же удобрения. Я всегда в прошлом году, в позапрошлом и в этом году уже начала говорить, что жирование томатов это проблема. Нельзя удобрять азотосодержащими, что мы удобряем только до бутонизации, то есть маленькие совсем томаты, потом азот им противопоказан. Огурец у нас наоборот, у него другая история. Без нанесения больших доз азотных удобрений у него и листья бледнеют, и могут даже завязи не образовываться. То есть он любитель вкусно поесть вот это вот, все у него и навоз, и перегной, и куриный помед. Коровяк все туда применяют, потому что ему чем больше, тем лучше. Ну там тоже есть, конечно, меру надо знать, но я просто говорю, что томатам вообще не нужно. И вот исходя из этого, одним это надо, другим это надо. Мы понимаем, что они, соседи-то плохие совсем, им нехорошо. Если мы будем делать идеальные условия для одних, другие будут страдать от этого. Этим угодим, этим будет плохо. И вот поэтому специалисты всегда в этом смысле категоричны. Для каждого овоща нужны свои условия и нужна своя отдельная теплица. Но жизнь носит свои коррективы, люблю это выражение, потому что это действительно так. Нам говорят одно, мы делаем совсем другое. Потому что если теплица одна, если регион холодный, хочется туда вместить и томаты, и огурцы, конечно можно. Но тогда уже, вот я читала много статей, рекомендации такие. Или делайте занавеску между ними, перегородку. Просто полиэтилен завешивают вот так, делят на два сектора. Там вы проветриваете, где томаты, там вы не удобряете, там вы можете даже притянить эту часть. А там, где огурцы, там делаете им и орошение, и обрызгивание, и подкармливаете. Выход найти всегда можно. Еще многие, некоторые стараются в одну теплицу впихать еще и баклажаны, еще и перцы, еще и томаты, и огурцы. Все вместе. Ну так тоже, такие посадки тоже возможны. Ну тогда вот эти все, которые огурцы и баклажаны и перцы, они вообще легко, легче уживают. Ой, томаты, перцы и баклажаны, они легче уживаются. Их, если есть возможность, можно в одну теплицу посадить, а во вторую огурцы. Если уж нет возможности, делите по секторам. Как располагать грядки, ну вот чтобы вот такое соседство было не так, ну как не очень неудобно для овощей, это будет тема отдельного видео. Вот тут разные варианты, все делают по-разному, это зависит от расположения теплицы, с севера на юг или поперечная, вот так. Это уже другой вопрос, просто вот те, кто хотел услышать ответ на этот вопрос, я вам отвечаю так, что можно ли огурцы и помидоры выращивать вместе. Специалисты не рекомендуют, у них разные условия выращивания, они будут друг другу мешать, но посадить в крайнем случае можно, просто стараться создавать им разные условия, потому что все-таки они не друзья и не товарищи, и в одной теплице они уживаются очень плохо. Все, с вами была Ольга Чернова, сейчас следующее видео будет тоже на важную тему, это сроки хранения семян и схожесть семян.